Новая волна протестной активности в регионах, спортивное давление на режим и победы белорусов над кошельками Лукашенко. О том, что хорошего, поговорим прямо сейчас. Марши и протесты в Беларуси продолжаются. Причем, если раньше госпропаганда говорила о том, что гуляющие, мол, остались только в столице, белорусы опровергают это каждый день по всей стране. И это несмотря на репрессии, риск потерять и без того редкую работу в маленьких городах и давление местных пособников режима. О том, что хорошего в областях и районах Беларуси, несмотря ни на что, мы поговорили с ответственным за региональное развитие Народного антикризисного управления Юрием Губаревичем. Активность протестная, она заметна не только в Минске, но и в целом ряде белорусских региональных городов. И как ни странно, даже в достаточно малых городах с количеством населения там 8, 10, 12 тысяч. Почему это вызывает удивление, но скорее даже восхищение? Потому что я прекрасно знаю, как организована жизнь в таких малых городах. Да, там действительно сложно протестовать, потому что, как правило, в таких городах люди знают один одного. И местная власть, которая сейчас представляет репрессивный аппарат, она пытается подавить протесты любой ценой, увольняя людей, ну не только там задерживая, сажая на сутки, но лишая работы, средств существования. И в таких малых городах это создает большие проблемы, так как человек не может устроиться на какую-то иную работу, получая так называемый волчий билет. Но, тем не менее, люди готовы к активным действиям, протестуют и это вызывает восхищение и может с нашей стороны декларировать только поддержку таким людям, смелым людям. Но одно дело протестовать, другое дело менять ситуацию к лучшему уже сейчас. И хорошее в том, что вскоре региональная активность получит новые инструменты давления на систему. Юрий, а что это будет? Предлагаем площадку для самоорганизации, где можно использовать абсолютно легальные механизмы, работать над местными проблемами. Это тоже важно, так как власть, как правило, бездействует. Они заняты поддержкой режима, самовыживанием, ЖКХ не работает, местная исполнительная власть не реагирует на запросы граждан, но, тем не менее, граждане имеют право заставить их работать по закону. И вот такая площадка для самоорганизации, это один из первых шагов, который предлагает НАО. Смысл такой, если ты видишь проблему в своем дворе, в микрорайоне, ну или даже в доме, у людей должна быть возможность найти единомышленников и совместно проводя кампании по давлению на местные органы власти, ну опять-таки в абсолютно том ключе, который позволяет белорусское законодательство, это и обращение, сбор подписей, это получение каких-то реальных ответов от местных чиновников, можно решать эти проблемы. Это такие маленькие победы, которые придают уверенность в том, что люди действительно имеют право влияния на ту среду, в которой они проживают. Так что в течение месяца у белорусов появится еще одна площадка для приближения перемен мирным путем. Правда, что делать после их наступления с той системой, которая создавалась десятилетиями? Самоуправление — это хорошо, но что будет с теми чиновниками и депутатами, которые должны были работать на благо народа, но по факту трудились лишь на себя и режим? Все просто — отзывы депутатов, стартовавшие еще осенью, не прошли безрезультатно, и теперь все функционеры станут частью черного списка чиновников. Именно по отзыву депутатов палаты представителей накоплена просто огромная база переписки с этими депутатами практически по всем округам Беларуси, где люди требовали от них отчета, требовали от местной власти разрешить проведение собраний по отзыву. К сожалению, тут власть монолитно выступила в нарушение прав граждан на подобного рода обращения, но тем не менее база накоплена. И дальше можно по каждому депутату работать персонально. Тут для нас важно, как депутаты палаты представителей принимают участие в решениях по болезненным вопросам жизни Беларуси. Ну, скажем, изменения в административный кодекс, который просто ужесточает наказание по ряду политических статей. Это решение по введению новой налоговой нагрузки и так далее, и так далее. Тут действительно власть уже перестала действовать в интересах граждан, но власть это не какой-то абстрактный инструмент. Это конкретные люди, конкретные депутаты, пусть даже назначенные по этим избирательным округам, но они должны понимать, что перед своими избирателями они несут ответственность за те решения, которые принимают. И что эти все факты фиксируются. И в дальнейшем, если эти люди попытаются остаться в белорусской политике и будут искать для себя какие-то оправдания, ну, можно будет предъявить им полное досье, что они успели сделать вот за прошедшее время или наоборот, что они не сделали для того, чтобы улучшить жизнь своих избирателей. Так что продолжаем долбить систему и самоорганизовываться. А о том, как это получилось у белорусских спортсменов и каких побед, ждать еще далее. Отмена чемпионата мира по хоккею в Минске стала одной из самых главных новостей последней недели. Эта большая победа над режимом не может не вдохновлять. Соцсети, конечно, ликуют. А у госсми появился еще один повод проклинать протестующих и жаловаться на плохую Европу. Но отмена чемпионата — это еще не победа над диктатурой. И вообще, настолько ли все болезненно для нелегитимной власти? О своем видении ситуации расскажет Вадим Кривошеев, бывший директор Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу, а теперь руководитель Департамента спортивной реформы Фонда спортивной солидарности. В нашей стране спорт — это большая пропаганда. И на базе спортивных, прежде всего, достижений строилась и политика нашего государства, и, прежде всего, режимы, который трактовал достижения спортсменов как достижения, скажем так, действующей власти. И поэтому непосредственно то, что сейчас происходит и спортивный протест, и то, что работа фонда построена была так, и добились санкции, да, сейчас отмена чемпионата, то, безусловно, это очень болезненно бьет, и мы видим эту реакцию. Так что счет пока 2-0 в пользу фонда спортивной солидарности, который добился и участия свободных спортсменов в Олимпиаде, и потрудился для отмены чемпионата по хоккею. Но кому от этого хуже? Наряду с восторгами в сети появилось и немало критики принятого решения, мол, страдают-то в первую очередь белорусские болельщики или нет? Спросим главу фонда спортивной солидарности Александру Герасименю. Безусловно, что спортсмены вообще никак не должны пострадать, у них будет точно так же шанс и возможность выступать на этом турнире просто в другой стране. Что касается болельщиков, я бы, наверное, сказала, что мы как раз-таки переживали и волновались именно за их здоровье и за их безопасность, потому что мы понимаем, что даже несмотря на то, что в прошлом раз, когда проводили чемпионат мира, в стране было относительно тихо-спокойно, посадили около ста человек. То есть мы понимаем, что сейчас для того, чтобы зачистить все улицы, для того, чтобы успокоить, скажем так, движение, посадили бы тысячи. И в частности это были бы и болельщики, и те люди, которые бы приехали бы переживать, скажем, и поболеть за свою команду, посмотреть на турнир и, скажем, получить удовольствие. То есть каждый мог оказаться под угрозой, и, естественно, мы руководствовались именно безопасностью тех, кто приехал бы. Но спортивное давление на режим отменой чемпионата, конечно, не ограничится. Уже сейчас идет активная работа фонда, которая затронет и другие виды спорта. Ближайшая цель – футбол и санкции ФИФА и УЕФА в отношении главы Белорусской Федерации. Вот только не убьет ли это спорт в стране, особенно если письма международной организации получат ход? Александра считает, что наоборот, такой подход даст свободно дышать белорусскому спорту. Мы сейчас занимаемся максимальным давлением на режим, а точнее на спортивных чиновниках, которые подвергали спортсменов давлению, угрозам, которые увольняют спортсменов или заставляют подписывать правовластное письмо. Все, кто были причастны к этому давлению, все те, кто не уважают права спортсменов и вообще спортсменов как людей, они будут наказаны. Наша основная задача, это защитить права спортсменов, это дать возможность им продолжать свой тренировочный путь, свою спортивную карьеру. Соответственно, если в каком-то виде спорта наложат санкции, ну санкции-то наложат условно на федерацию, допустим, или на каких-то, скажем так, верхних чиновников, но не на спортсменов конкретно. Соответственно, мы будем искать способы, возможно, для того, чтобы спортсмены дальше продолжали тренироваться и выступать, возможно, под, скажем так, другой федерацией, так как мы понимаем, что та же футбольная федерация, их там бывает и несколько, они являются частичными и частными, что мешает создать новую и дать возможность ребятам выступать. Кстати, помочь белорусским спортсменам тренироваться, а самому фонду добиваться справедливости, вы можете на сайте инициативы. Ссылку оставлю в описании к видео. А о том, как любой белорус может ударить похода в магазин напоследок. О бизнесах, на которых держится нелегитимная власть, не слышал только ленивый. И можно бесконечно надеяться на международные санкции и аресты зарубежных счетов, которые приведут к истощению накоплений Лукашенко на ОМОН. А можно действовать, причем каждый день. Вот уже несколько месяцев в Беларуси работает приложение Крама. Оно помогает бойкотировать товары бизнесов, поддерживающих режим и репрессии. Работает все очень просто. Идете в магазин, хотите, к примеру, купить сметанку к дранникам. Открываете приложение и выясняете, какой бренд лучше проигнорировать, а какой не спонсирует избиения и пытки граждан страны. Сейчас сервис насчитывает уже более 190 тысяч активных пользователей. Цифра внушительная. Но ощущают ли такой бойкот сами производители? Об этом я решила расспросить создателя приложения Сергея Кострому. Исходили из двух принципов. Первый – это дать человеку инструмент, соответственно, если человек хочет каким-либо образом не поддерживать, не финансировать те или иные компании. Соответственно, эту цель мы достигли. На сегодняшний день мы не знаем, сколько недополучили прибыли те или иные компании. Мы можем либо только косвенно предполагать, что на кого-то повоздействовало это приложение. Например, с нами напрямую связывались компании «Молочный мир» и просили каким-либо образом изменить информационные сообщения и пытались опровергнуть некоторые утверждения, которые гуляли в открытых источниках, что они не поддерживают режим и так далее. Если есть обратная реакция, мы видим, что это заметно. И наша цель – не положить компании на лопатки, а дать людям, которые хотят не финансировать какие-либо бизнесы, послать очень четкий сигнал, что у нас большинство, что мы не хотим жить дальше так, как мы жили до этого. И мы готовы отказаться от потребления тех или иных продуктов. Мы готовы законными и мирными способами отстаивать свою гражданскую позицию. Мне кажется, мы дали такой инструмент. Кстати, останавливаться на этих успехах создатели приложения не планируют. Совсем скоро появится новый сервис, который поможет белорусам объединяться в экономическом бойкоте режима. Недавно мы сделали такую штуку, чтобы люди могли при походе в магазин не просто сканировать какие-то товары. На самом деле, производителей не так много, и человек в определенный момент запоминает того, кого не стоит покупать. Мы сделали такую функцию, как список продуктов. То есть человек, который идет в магазин, он может задать список и купить то, что ему нужно. И параллельно проверить, если он чему-то не доверяет. Но дальше возникла такая штука, что люди хотят делиться этим списком. Например, партнеры, муж, жена. Кто-то составляет список, а кто-то идет. Мы сейчас сработаем над тем, чтобы можно было бы делиться этим списком. Если вы еще не воспользовались этим способом выражения своей гражданской позиции, ссылка будет ждать вас в описании к видео, как и линк на наш сайт Zubar Media, где каждый день можно найти что-то интересное и вдохновляющее. Вместе верым можем переможем. И побольше всем нам хороших новостей. До следующей недели.